Hello, my dear student! Рада тебя приветствовать на уроке английского языка. Сегодня работаем с уроком 9 на страничках 83-84. Выучим с тобой два новых выражения. Go to bed – ложиться спать. Make bed – заправлять кроватку. Запиши себе эти выражения в нашу тетрадь. Go to bed – идти спать. Make bed – заправлять кровать. А также запиши два слова – always и alone. Always переводится как всегда. I always make my bed in the morning. Я всегда застилаю кроватку утром. My dad always reads papers on Sundays. Мой папа всегда читает газеты по воскресеньям. И слово alone. Alone – один. I don't like being alone. Я не люблю быть один. But I'm always alone on Saturday mornings. Но я всегда один по субботним утрам. По утрам субботы. Итак, слова, которые у тебя уже записаны в тетради рабочей. Go to bed – идти спать. Make bed – заправлять кровать. Always – всегда. И alone – один. А сейчас давай с тобой рассмотрим картинки в упражнении едва. Затем прочитаем диалоги и переведем. Итак, the dialogue is between Vicky and Tom. Диалог между Vicky и Томом. Hi, Tom. Привет, Том. Why are you alone? Почему ты один? I always play alone on Saturday mornings. Я всегда играю один по утрам в субботу. Where is Bill? А где Bill? He is busy. Он занят. He always helps dad on Saturdays. Он всегда помогает папе по субботам. Where is Kate? А где Kate? She is at her chess club. Она на кружке по шахматам. She always goes to her chess club on Saturdays. Она всегда ходит на занятия по шахматам в субботу. О, what time is it? Который сейчас час. It's eleven o'clock. Одиннадцать. Hooray! Ура! My favorite cartoon is on TV at eleven o'clock. Мой любимый мультик по телевидению в одиннадцать. I always watch cartoons on Saturdays. Bye. Я всегда смотрю мультики по субботам. Пока. Bye-bye, Tom. Пока, Tom. Прочитай диалог между Вики и Томом еще раз самостоятельно, выразительно. Упражнение три. Посмотри и скажи. Это у нас Kate. Это Билл со своим папочкой. А это мама Билла. Что они регулярно делают по субботам. Kate is at her chess club. Kate пришла на кружок по шахматам. She always goes to her chess club on Saturdays. Она всегда ходит на занятия по шахматам в субботу. Следующая картинка. Билл is with his father. Билл со своим папой. He always helps his father on Saturdays. Он всегда помогает папе по субботам. Билл's mother is in the kitchen. Мама Билла на кухне. She always cooks in the kitchen. Она всегда готовит что-то на кухне. Переходим к нашей рабочей тетради. Упражнение один. Дополни предложение. Например. Я всегда помогаю мамочке по субботам. Ты всегда помогаешь своей мамочке по субботам. После he мы пишем слово help уже с окончанием s. He always helps his mom on Saturdays. Он всегда помогает своей маме по субботам. She always helps her mom on Saturdays. Она всегда помогает своей мамочке по субботам. We always help без окончания s. Потому что после we, they, you и I у нас пишется слово help без s. We always help our moms on Saturdays. Мы всегда помогаем нашим мамочкам по субботам. И последнее. They always help their moms on Saturdays. Они всегда помогают своим мамочкам по субботам. То есть мы просклоняли буквально одно и то же самое выражение с разными просто лицами. Упражнение два. Напиши краткие, напиши свои ответы на данные вопросы. Первый вопрос. Do you like being alone? Ты любишь быть один? Напиши yes, I do. Либо no, I don't. Yes, I do. Люблю. No, I don't. Не люблю. Where is your mom? Где твоя мама? My mom is at work. Моя мама на работе, можно сказать. Если мама дома, my mom is at home. Следующий вопрос. What do you usually do on Sundays? Что вы обычно делаете по субботам по воскресеньям? We usually cook on Sundays. Мы обычно готовим по субботам по воскресеньям. What time do you go to bed? В котором часу ты идешь спать? I go to bed at 10 o'clock. Я иду спать в 10 вечера. Ну, либо выбирай свое время. Do you always make your bed in the morning? Ты всегда заправляешь свою кроватку утром? Yes, I do. Если да, всегда. Если не всегда, тогда no, I don't. Наш урок подошел к концу. Повторяй выученные фразы-выражения, которые ты сегодня записал на уроке, а также пройди еще раз все диалоги самостоятельно. Goodbye. Our video lesson is over. See you next time.